Доброе утро! Давайте начинаем с вами очередное наше занятие. В прошлый раз мы с вами разбирались в некоторых взыкномерностях генометрии. Зачем, собственно, это было сделано? Вот смотрите, происхождение, ну, на нашем примере драконов, а на самом деле любого биологического вида, это явление разовое и уникальное, и любое. Разница принципиально важна. Если это явление разовое, но произошло не разлучайное изменение, оно произошло единственный раз за все время существования космоса, вероятность того, что именно эта мутация повторится, исчезающая мало, вы как математики потом сможете посчитать, вы увидите, что миллиардов лет не хватит. Любая мутация это уникальное событие. Ну, отлично, произошла некоторая мутация, она больше не повторится, и все. Если живое существо, носитель этой мутации погибает, то все, никакого вида не получается. Так? Вот это один расход. Другое дело, если это мутантная система признаков, время от времени возникает среди обычной популяции вида. Вот в этом случае это единственная попытка? Или серийная попытка? Подумайте, как бы вы предпочитали поступать, допустим, в симпатичный для вас университет. Если у вас есть возможность сдавать экзамен один единственный раз, и по результатам этого экзамена вас зачисляют или не зачисляют, или у вас есть пять-шесть попыток? При благоприятной сдаче любой из попыток вы зачисляетесь. Как проще поступать? Конечно, конечно. Значит, разумеется, когда возникает вариантность, так вероятность того, что событие будет реализовано, резко вырастает. Вот скажите, при происхождении любого вида, если в основе инновации, в основе того новенького, что, собственно, получается, лежат рецессивные мутанцы, то вот это событие возникновения измененного зверя или травки, это событие разве или серийное? Сирийное. Сирийное. Важнейший момент. Появляется некоторая территория во времени, некоторая площадка, на которой могут проходить эволюционные эксперименты. И даже если смертность у такого мутанта достаточно высока, нулевая или ненулевая вероятность, что кто-то из них все-таки встретит пару и все-таки размножится. Ненулевая. Ненулевая. Общая идея понятна? Вот этот момент, один из очень важных в представлениях о эволюционном процессе, что это не серия случайных озарений, так? Это, на самом деле, серийная игра, серийная вероятность моя игра. Дальше. Дальше мы с вами будем вот как примерно жить. На прошлом занятии вчера мы с вами достаточно далеко отошли от самой проблемы дракона, чтобы смотреть, как, собственно, возникает что-то новенькое. Сегодня мы прямо садимся верхом на нашего рода дракона и смотрим, что конкретно с ним. Следующее занятие опять общетеоритическое отступление. Потому что мы наткнемся еще на одну проблему, которая касаться будет далеко не только дракона. А потом опять строго о драконах. А потом опять очень теоретическое отступление. То есть мы будем вот так в своем чередах. Сегодня мы возимся с одним из самых необычных, с одной из самых необычных черт дракона, которая зафиксирована во всех мифах. Огнедыхание. Тема нашей сегодняшней игры, сегодняшнего раздела – огнедыхание. Ну, по-моему, не надо долго говорить, что признак, мягко говоря, странноватый. И здесь достаточно важен вот какой момент. Хорошо, допускаем, что есть некоторая мутация, пока мы не знаем какая, которая приводит к тому, что ее носитель начинает неожиданно кляпсетить весь самого себя, выдыхая стол в поле. Что будет с этим носителем? Обожгется. Мало того, что он обожгется, он еще знает, что с этим делать. Ну, представьте себе нормального зверя, да? Который жил, 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 и вдруг в неожиданном, ощутенном выдохе у него хватит, как из автогена. Ну и что? А ну и ничего. Он сможет его хоть как-нибудь использовать? Нет. Ничего, кроме очень высокой степени риска лично для хозяина, это не дает. Огнедыхание, например, анекдотическое. Но на самом деле абсолютно так же обстоит дело с любым новообразованием. Дело в том, что в ходе эволюции, мало того, что признак, вот мы смотрим на признак, допустим, у птиц, отлично, крыло, которое дает им наш щеполет, все гибло. Попробуйте представить себе этапы происхождения крыла. Крыло из лапы происходит? Да. Из лапы. Можно ли получить из нормальной лапы динозавра уже готовое крыло, что существенно? Крыло, которое способно к полету. За одну мутацию? Нет. Нет. Нельзя. Ну потому что летает все-таки не крыло, а летает кто? Птица. Летает птица. Допустим, фантастику. Одна мутация изменяет всю конечность, превращаясь сразу из лапок к руку. Сразу говорю, таких мутаций нет и быть не может. Но мы допускаем. Полетит или не полетит? Нет. По какой причине? А он не знает, что делать. Во-первых, он не знает, что делать. А во-вторых, не дай бог, он сделает летательные движения. Что с ним? И он раздает. Раздает другую клетку. Мы же с вами говорили, для того, чтобы лететь, совершенно недостаточно получить крыло. Надо менять поиск грудных конечностей. Совершенно необходимо. Без этого никакого полета. Надо менять вентиляцию. Надо менять кровообращение. Надо менять систему ориентации, то есть нервную систему обмена чувств. Это вы что, собираетесь за счет одной мутации сразу это все поменять? Это хотя бы рядом с реальностью или вообще далеко за границей на реальность? Хорошо. Значит, в одной мутации не получается. Попробуем представить сей серию мутаций. Отлично. Есть у нас нормальный мелкий динозаврик. У него мутировала, допустим, часть конечности. Редуцировались эти пальчики. Центральный пальчик увеличивается. Потом через некоторое время у его потомков сильно удлинилось предплечье и кисть. Потом еще через некоторое время у потомков-потомков изменилось отхождение каракоиды и ключицы. Ребята, внимание. А вот эти потомки, да, они вообще-то выжить должны? Да. Ну, для того, чтобы принести потомство в дальнейшем, они сами должны нормально выжить. Согласны? Да. Хорошо. А летать они могут на таком недопроизошедшем руле? А двигаться? По земле двигаться? Да. Нет. Очень удобно двигаться на этой конструкции. Ну-ка, откройте, посмотрите, анатомия круга. В общем, на задних лапах. На задних лапах. У них нет передней, ни нога, ни более, ни удобнее. Тогда объясните, пожалуйста, движение полетное совершить? Да. Ага. А куда это интересно, в готовом виде сваливается на такого мутанта программа управления кругом? Ну, он что, из интернета его получает, уже готов? Да, что он не отдельный сейчас будет китать, он может. Хорошо, а что он ему будет делать? Ходить на задних лапах. Ходить на задних лапах с бесполезными, очень крупными переднями. А может, там какие-нибудь копыти поставить? Хорошо, поставим копыти. Полетная мускулатура какой мощность должна обладать? Синяя. Очень большое, это значит, вообще-то клетки этих мышц, даже когда они работают, они все-таки живые или как не работают, так сразу умерла. Живые. Живые. Когда клетка живая, она требует кислород, питательные вещества? Да. Требует. Ну, смотрите, у зверя есть бесполезные висящие передние лапы, которыми он ничего не делает, ходить на них толком нельзя. Ходит он, допустим, на задних, принимается. А от этих бесполезных передних лапов ему польза или вред? Вред. Вред, причем вред очень существенный. Помните, что полетная мускулатура – это самая мощная мускулатура из всех. Представляете, сколько она на себя оттягивает ресурсов? А почему у нас не могут идти в другом порядке? Допустим, сначала у него изменится там… Ну, сейчас я знаю, что нужно, не понятно, а потом крыло. Так, отлично. Все остальное давайте перечислять. Вот так, чтобы был рассказ не о том, что что-то взяло и как-то поменялось. А сценарий пропишите. Ну, пусть там сначала изменится там система кровообращения. В связи с чем? Ну, мутация такая. Нет, 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 я не об этом спрашиваю. Вы понимаете, в чем дело? Чтобы мутант выжил, он должен быть приспособлен к своим нынешним условиям существования, минимум не хуже, чем хорошее. А что кровообращения хуже не будет? Воу, отлично, нащупали. Итак, начинаем игру с изменения тех органов, вот не сразу со специализированных органов типа кровообращения, да, а игру начинаем с тех органов, которые дают заведомые плюсы. Допустим, для повышения интенсивности обмена веществ. Да, потом... Что к этому будет относиться? Сердце этого верно зацепили. Дыхание. Дыхание. А как вы получите птичий вариант дыхания без полета? Помните, как там вентиляция организована? Хорошо, ну, пускай дыхание... Это вам надо как-то заставить предкам птицы совершать вот эти движения, которые вроде бы на Земле совершенно бессмысленны. Потому что грудинка начинает качаться, как раз когда вот эти движения. А летучая мыша, она ведь передние конечности использует и для передвижения, и для полета? Это верно. Но если бы летучие мыши не могли летать вообще, вот у них еще недопроизошло крыло. Допустим, недостаточно сильные, большие грудные мышцы. Они бы только время пользовались? А, да. Представьте себе вариант существования, где такой зверек мог бы просто выжить. Когда лапа уже превращается в крыло, но на этом крыле еще нельзя летать. Ходить уже очень проблемно. Ну, можно как-то там ковылять слегка, да? А вот бегать можно? Представьте себе летучую мышь, бегущую по Земле. Такая фантастическая картинка будет. Ну, потом улучшение органов чувств, зрения. Ну, хорошо, принимается. Принимается. Но здесь, с органом МИЧУ, с зрением и высшей нервной деятельностью, то есть с работой мозга, есть одна ловушка, в которой обычно, особенно такие умненькие городские люди, с удовольствием залетают в эту ловушку, начинают не оборачиваться. Ловушка вот какая. А вообще умным быть выгодно или не выгодно? Выгодно. Выгодно, да? Не обязательно, на какой стороне. Где? А с какой? Для чего нужно? Вот, вот, ребят. Мне бы очень хотелось, чтобы вы для себя из нашего курса вынесли хотя бы одну мысль. Зато вынесли так капитально. Ничего на свете не бывает хорошего и плохого. Ничего не бывает полезного и вредного. Бывают вещи, необходимые в данной ситуации. А бывают вещи, мешающие в данной ситуации. Точно. Так? Да. Значит, давайте проиграем игру с мышлением. Допустим, я решил уйти в бизнес. Надоело мне все это преподавание. Муж в горькой рейтке. Пошел в бизнес. Завел целую систему торговых варьков. Аж целых пять штук. Значит, где-то торгуют сигаретами, где-то хлебополочными изделиями, где-то там пепси и всякой прочей отравой. Значит, и вот у меня пять таких варьков. Отличные. И для того, чтобы вести свои расчеты, да, значит, я строю компьютерный центр, закупаю суперкомпьютеры, нанимаю самых таких, самых продвинутых программеров, так, самых лучших системных администраторов беру, так, и вот мой центр, мощный, отличный, суперсовременный, который отсчитывает мой бизнес. Пять варьков для торговли мелочью. Что со мной будет в качестве бизнесмена? Зарезать банкротства. Банкротства. Ну, банкротства при первой попытке совершить такое действие. Это понятно? Да. Расчетная система должна соответствовать степени сложности задач, которые на нее плаваются. Если у данного биологического вида нет и не может быть сложных форм поведения, а мы с вами потом увидим, что в целом ряде случаев на возникновение и совершенствование сложного приобретенного поведения накладывается вполне понятный запрет. Вполне понятно, откуда он берется. Вот в таком случае возможно ли предположить себе дальнейшую прогрессивную эволюцию нервной системы? Не заблокировано. Понятно? Если поведенческие задачи не выше определенной степени сложности, никакого усложнения головного мозга, органов чувств и так далее происходить не будет. Потому что вместо того, чтобы дать преимущество, хорошо. А какие недостатки, если у живого существа очень сложный, отлично работающий головной мозг при очень примитивном поведении? Вам требуется много энергии? Да, разумеется. Ребята, нервная ткань самая капризная из всех тканей. Требует максимум кислорода, максимум глюкозы, строжайшего контроля за внутренней средой организма. Чуть что не так, она просто уходит из строя. И если вы эту сверхкапризную систему начинаете без существенной необходимости усложнять, вы, конечно, не проверяете. Идея понятна? То есть степень развития головного мозга и вообще решающейся системы имеет обратную связь на степень сложности поведенческих задач. Возможно, конечно, эволюционно, когда первоначально усложняются не поведенческие задачи, а головной мозг, и становится возможно решать более широкий вопрос. Бывает и такое. Но для этого должна срабатывать одна штука, совершенно необходимая. Не должно быть запрета на более широкий круг задачи. Вот когда мы будем с вами обсуждать поведение драконов, когда мы будем с вами обсуждать экологию драконов, тогда мы с вами внимательно разберемся с вот этой проблемой. Сложность поведенческих задач, откуда она берется, чем диктуется и так далее. Итак, что мы получили? Мы, не знаю, с чего разговор начался. Разговор начался с того, что взять и получить сложный телесный признак, в котором мы были, совершенно невозможно. Надо первоначально пройти несколько этапов совершенствования этого признака, причем выполняя одно совершенно необходимое условие. Так, живое существо на каждом этапе вот этого преобразования должно быть жизнеспособным или нет? Должно быть жизнеспособным. То есть, даже когда признак еще не до конца отлажен, он уже должен давать, ну, хотя бы не мешать жить. Бог с ними с преимуществами, но хотя бы не мешать жить. Это первая сторона. Вторая, не менее важная сторона. В ходе эволюции любого признака, сложного признака, эволюция будет идти поэтапно, то есть проходить несколько разных стадий. Ну, с тем же самым кругом, но нельзя кругом получить с одного захода. Слишком много менять надо. Так вот, правило как звучит? Каждый этап, то есть, зверь, который пошел по этому пути, но еще далеко не дошел до конца, это мы знаем, что будет конец. Он не знает, у него просто немножко изменилось слабо, и все. Каждый этап эволюционного процесса должен хотя бы не снижать, ну, в идеале повышать, конечно, но хотя бы не снижать степень приспособленности живого организма. Вот так понятно? И сюда же до кучи, это только одна половинка проявлений, есть вторая половинка проявлений. А в каждом поколении, с чего начинается жизнь любого живого существа? Ну, в каждом поколении. С какого события? С того происходящее? С облотворения. С облотворения, с зиболкой. А дальше этап сложения организма, как называется? Ну, мы разбирались с его... Эмбриональные. Ну, 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 озвонились. Эмбриональные. Это развитие эмбриогенеза, так? Значит, для того, чтобы получить измененный признак, допустим, измененную форму конечностей, на какой этап жизни надо влиять? На взрослую жизнь или как раз на эмбриогенез? На эмбриогенез. Ага, отлично. А вообще-то программа нормального эмбриогенеза есть? Да. Вот не мутантного, а нормального. Да. Отлично. Хорошо. Произошла мутация, которая может дать крыло только с одним условием. Во время сложения этого крыла прекращается кровоснабжение всех тканей этого крыла в ходе эмбриогенеза. Ну, так косточка становится, что блокирует все кровеносные сосуды. Не пройдет. Пройдет или не пройдет? Нет. Нет. Вторая сторона правильного. Произошедшая мутация не должна вызывать отрицательные изменения в эмбриогенезе. Мы с вами говорили уже, что в биологии будем называть отрицательным, что положительным. Отрицательное это то, что понижает шанс на выживание и размножение. Ну, то есть, эта мутация не должна ломать весь эмбриогенез так, чтобы никто не родился. О, значит, а кто знает, как называется степень приспособленности живых существ к конкретной окружающей среде? Конкретному варианту окружающей среды. Адаптивность. 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 Совершенно верно. Так вот, вот эти два правила, которые мы сейчас сформулировали. Во-первых, каждый этап филогенеза, то есть каждое поколение, должно быть адаптивным. А во-вторых, каждый этап зародышевого развития должен быть адаптивным. То есть соответствует условиям. Это можно дело назвать принципом сквозной адаптивности. И любой признак эволюции, которого мы с вами рассматриваем, может ли выходить за рамки принципа сквозной адаптивности. Не имеет права. Не имеет права. Просто никто не выживет. Никто не возникнет. Вот смотрите, что мы делаем. Вообще-то мутация это процесс случайный. Согласны? Ага. Поле возможных изменений бесконечное. А вот для того, чтобы получить интересующие нас изменения. Нужно ли играть на всем бесконечном множестве? Играть на бесконечном множестве невозможно. Слишком высоко неопределенность. А посмотрите, что мы сделали. Мы ввели систему ограничений. Так. Интересующие нас изменения должны лежать вот в этой области. То есть адаптивность каждого поколения. И вот в этой области не разрушать эмбриогенез. Мы уточнили зону поиска, среди каких изменений мы играем. Да. Уточнили. Вот теперь можно более конкретно, более предметно, а не просто почесывая в затылке, прослеживать возможные пути. Да. Да. Задача становится более конкретной. Отлично. Ну а теперь после этого введения можно и как-нибудь дыхание. Продолжение следует. Продолжение следует...